Представьте такую ситуацию. Вы пришли лечить зуб, а вас направляют к лору. Или наоборот, у вас хронический насморк, а доктор рекомендует пройти обследование у стоматолога. Вот где здесь связь? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Итак, это программа «Звоните доктору». Сегодня к нам в студию пришел Николай Волов, врач-отоларинголог, челюстно-лицевой хирург, доцент, кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте. И тема у нас сегодня достаточно неожиданная. Ну, так если сформулировать примитивно, чем лор может помочь стоматологу и чем вместе они могут помочь больному. Вот как-то так, но об этом сейчас поговорим подробнее. Николай Вячеславович этой темой занимается уже не первый год и информация у него обширная и интересная. И вот в первую очередь, наверное, стоило бы все-таки объяснить, в чем близость вот этих двух специальностей. Ну, можно предположить, что нос где-то находится рядом с ротовой полостью, может быть так, да? И вот что объединяет лора и стоматолога? Ну, правильно вы сказали именно слово близость. В первую очередь нас объединяет анатомическая близость структур, которыми мы занимаемся, врачи-эриноларингологи и стоматологи. Общность функций, которые выполняют органы, которыми мы занимаемся, то есть это пересечение дыхательного и пищеварительного трактов, начальные отделы этих трактов. Также нас объединяет еще и голосовая функция. Вот, то есть вопросы у нас очень близкие, которые мы решаем. И вот если вот взять, например, нос. Развивается ребенок, у него сначала появляются молочные зубы, практически у него нет еще колоносовых пазух. То есть параллельно появлению зубов, начинают развиваться гайморовые пазухи верхнечелюстные, решетчатый лабиринт развивается. То есть из щелевидных они превращаются уже в полостные такие структуры. По мере появления уже коренных постоянных зубов пазухи становятся все больше и больше и достигают уже своих таких основных размеров где-то к 18-летию. Именно корни верхних зубов представляют дно верхнечелюстных пазух. То есть вот это самое первое, что нас объединяет. Если мы возьмем просто дыхание носом, предположим, у ребенка аденоид и вовремя не удален. И вот он из-за этого аденоида плохо дышит. И у пациента формируется, у ребенка формируется аденоидный тип лица. Это касается и строения зубов. То есть начинают, грубо сказать, ехать зубные ряды. То есть зубы растут в косе, в кривь. А виновник этого аденоиды. Если мы, например, возьмем пациент, пришел к стоматологу с неприятным запахом изо рта. Здесь может быть проблема с зубами, может быть проблема с небными миндалинами. То есть патология тензелярного аппарата, с язычной миндальной, могут быть проблемы. То есть опять же совместный вопрос. То есть между лотериноларингологией и стоматологией. Взять даже ухо. Пациенты приходят с болью в ухе. Но это не обязательно отит. Например, средний или наружный отит. Это может быть проблема, связанная с височно-нижнечелюстным суставом. Это может быть проблема, связанная с окулушной, слюной, железой. То есть опять же для дифференцировки необходимо участие и лор-врача, и стоматолога. Вот именно то, что мы имеем возможность вместе со стоматологами лечить. То есть не перетягивать друг у друга пациента, а наоборот. То есть комплексно подходить к решению вопроса позволяет нам в большинстве случаев совместно решать такие проблемы. И наши специальности не просто близкие. В общем-то можно сказать, что родственные. Да, то есть нужно бок о бок работать теперь получается. Ну хорошо, общее мы поняли. В каких случаях стоматологу требуется помощь отоларинголога? Каковы основные причины обращения одного доктора к другому? Да, мы очень плотно, очень плотно работаем со стоматологами. И вот первое, наверное, я назову такую причину. Это при хирургических манипуляциях на верхних зубах, при удалении зубов, иногда получается так же, осколок корня зуба попадает в гайморовую пазуху. Бывают случаи, когда пломбировочный материал при лечении, даже не хирургическом лечении, при консервативном лечении зуба, эндодонтии, часть пломбировочного материала может попасть в верхнюю челюстную пазуху. Вот в таких случаях мы нужны, чтобы удалить этот корень зуба. Иногда мы получаем пациентов после имплантации, а неудачной имплантацией проваливается имплант в полость пазухи. То есть тоже мы здесь нужны для того, чтобы достать этот имплант, помочь. Дальше, после манипуляций, связанных тоже с имплантацией, с восстановлением альвелярного отростка верхней челюсти, в результате реактивного отека слизистой оболочки верхней челюстной пазухи, водных соустей, может возникнуть гриморит. Например, когда большие работы проводятся, и стоматологу нужно повысить дно верхней челюстной пазухи, поднять его с помощью имплантов. Это может быть порошковый и так далее. Возможно, использование разных технологий. И вот именно отек послеоперационный может закрыть в одной сообществе, и у пациента развивается гайморит. И, конечно, мы тоже в таких случаях нужны для стоматолога. Ну, также к нам направляются пациенты. Вообще, даже банальный случай, пациенту тяжело у стоматолога сидеть с открытым ртом. Ведь тоже работа проходит не быстро. Это может быть и полчаса, и час. И пациенту надо дышать носом в это время. Потому что в рту слюна скапливает, чтобы их сгладить. То есть пациенту гораздо комфортнее, когда он дышит носом на приеме у стоматолога. Вот. То есть вот начиная с таких случаев, ну, чаще всего, конечно же, именно это идет патология верхней челюстной пазухи. Есть у нас большие работы. Также отправляют к нам пациентов с аномалиями развития верхней челюсти. Это может быть и расщелина твердого неба. Это различные воспалительные проблемы воспалительного характера. Это нагноившиеся адентогенные кисты. Вот. То есть это пациенты с патологией носа. И, допустим, стоматолог хочет предупредить нежелательные последствия какие-то. И он готовит пациента к большим работам. То есть стоматолог хочет сделать хорошо для пациента. То есть он, а работы достаточно длинные, то есть занимает много времени, пока косточка прирастет, потом, когда можно будет на нее имплант посадить. Вот. Поэтому здесь стоматологи очень основательно готовятся и чаще всего привлекают нас к подготовке такой группы пациентов. Но вот причины, которые вы сейчас назвали, это ведь не какие-то исключительные случаи из практики, это довольно распространенные все явления. Это каждый день. Ну хорошо. А если вот все-таки стоматолог не имеет возможности подготовить пациента благодаря помощи лор-врача, то какие проблемы у него, с чем он сталкивается? Да. Именно с такими... Сейчас я перечислю. А что значит он не может, первое? Значит, ну нету рядом специалиста. Да. Нет такой практики вообще. Да. Или пациент активно отказывается, не хочет никуда идти. Вот в таких случаях бывают проблемы у стоматолога. То есть нам что очень важно оценить? Нам нужно оценить состояние вводных отверстий. Вот. И если эти отверстия очень узенькие, здесь быстро начинается, после манипуляции, появляются именно проблемы воспалительного характера. То есть и материалы, которые стоматолог ввел в пазуху, они расплавляются. То есть работа у стоматологов в таком случае может, ну, так сказать, насмарку. Вот. Да. Ну и по... Вообще санация любого очага инфекции, особенно на верхней челюсти, она связана с проникновением в наши пазухи. Поэтому здесь, конечно, нужно обследовать пациента, готовить его. Стоматологу тяжело, а больному больно. Пациенту. Малоприятная, конечно, ситуация. И, наверное, во всех этих ситуациях, о которых вы говорили, очень важно правильно поставить диагноз. Вот это, наверное, первое очередное для того, чтобы потом определить и тактику лечения. А вот что для этого нужно? Какие дополнительные методы обследования требуются, чтобы не ошибиться? Да. Здесь самый важный дополнительный метод обследования, он уже стал уже не дополнительным, а основным. Основным. Это компьютерная томография челюсти лицевой области. То есть нам обязательно нужно увидеть верхнюю челюсть и нижнюю челюсть, и пазухи в трех проекциях. То есть мы существуем в трехмерном пространстве, и поэтому во всех проекциях мы должны разглядеть. И вот у нас установлены два компьютерных томографа, которые нам позволяют, то есть они и на дачной, и на физкультурной установлены, всех пациентов с такой патологией сразу обследовать. Вот. И мы получаем тончайшие срезы, то есть на миллиметр мы получаем 10 срезов. То есть это очень высокая точность. Вот. Мы видим каналы, мы видим все структуры, мы видим костный рисунок в срезах. Вот. То есть мы получаем максимум информации. Мы видим как раз вводные отверстия, естественные отверстия верхнечелюстных пазух, лобных пазух, решетчатых. То есть мы все-все видим. Видим, что прикрывает отток, почему нарушен дренаж. И мы сразу понимаем, что делать с этим пациентом. Вот. Есть ли связь верхнечелюстной пазухи с полостью адентогенной кисты, например, да? Есть разрушение ли этой стенки, этой кисты? Проникает ли патологическое содержимое уже из кисты зуба в полость верхнечелюстной пазухи? То есть мы уже можем очень четко идентифицировать проблему и уже определяться с методами лечения. Ну, отлично. Вы определили проблему. Видите, что надо делать. А после того, как вот эти проблемы обнаружены, все-таки какие основные-то меры предпринимаются для того, чтобы сделать работу стоматолога более эффективной, наиболее эффективной? То есть мы вот уже очертили круг проблем примерно, которые, которого боится стоматолог. Он правильно делает, что боится. Вот. И в соответствии с этим и принимаются меры. То есть первое. Это нам нужно сделать так, чтобы отток из верхнечелюстной пазухи, дренаж, был адекватный объемом пазухи. То есть в норме он составляет где-то 5-6 миллиметров. Люди, у которых эти соусти природно узкие, то есть, ну, диаметр небольшой, щелевидный, так их еще называют, у них больше шансов получить проблему после манипуляции на верхней челюсти. То есть поэтому мы, предупреждая это, расширяем естественные соусти. Это выполняется с помощью, с использованием эндоскопической техники, эндоскопического инструментария. Операции достаточно быстрые, несложные. Это минут 5-6 занимает. Я только хотел спросить, долго это? Нет, это 5-6 минут под местной анестезией. Но мы уже предупреждаем целую группу осложнений, которые могут быть вызваны в деятельности. Первое. Второе. Кисты верхней челюстных пазух. Это могут быть и гигантские кисты, которые выросли от зуба. А может быть, это киста, собственно, слизистой оболочки верхней челюстной пазухи. Так называемая ретенционная киста. Это только лишь вырост слизистой оболочки, которая выделяет слизь в свою полость и таким образом увеличивается. Вот эти кисты очень мешают стоматологам для того, чтобы выполнить синус-лифтинг. Синус-лифтинг – это такое вмешательство, которое позволяет увеличить высоту альвеолярного отростка для того, чтобы потом можно было туда вкрутить имплант. Это достаточно серьезная манипуляция, операция, которая достаточно часто выполняется, потому что с возрастом альвеолярный отросток истончается. И если его размеры 3, 5, 6 миллиметров, тогда очень ожидать, что будет имплант там стоять хорошо – это недостаточный объем, конечно же. Поэтому стоматологи повышают. И вот вся патология верхней челюстной пазуха требует коррекции. Это могут быть и грибковые тела, и тоже хронический глиморит. То есть вот эти все группы заболеваний, они, конечно, требуют нашей коррекции. И параллельно мы работаем вместе, то есть мы сможем связаться всегда. Вот очень интересно, я как раз хотела спросить вас, вы говорили о том, что не все пациенты хотят идти к стоматологу, тратить как-то на это время. А вот как осуществляется контакт между вами и стоматологом? Вы садитесь в машину, едете к стоматологу, берете результаты обследования. Сейчас все очень просто стало с появлением Вайбер, Ватсап, все соцсети, очень вот эти облака. Мы легко связываемся с стоматологом, то есть достаточно телефонного звонка. Мы отправляем наши снимки стоматологам, стоматолог отправляет нам. То есть мы с коллегами очень легко взаимодействуем. Мы проговариваем план лечения, то есть в какой очередности выполняются все манипуляции. Кто идет первым, кто вторым. В некоторых случаях нам приходится использовать даже гормональные препараты при лечении пациентов. И мы обязательно должны предупредить об этом стоматологам. Потому что они на какой-то период затрудняют приживляемость материалов различных, в том числе и приживаемость импланты того же. То есть мы должны уже определиться с стоматологами, готовы они ждать, сколько они готовы ждать. То есть если нет необходимости, мы, конечно, не будем использовать препараты, которые будут затруднять. Потом мы обсуждаем, каким доступом нам зайти в верхнюю челюстью. То есть все эти вопросы решаются в рабочем порядке. Мы на телефоне, то есть мы вконтакте, вот у меня даже просто в телефоне около 500 стоматологов. Ничего себе. Да. Вот. То есть мы можем в любой момент созвониться, задать друг другу вопросы, обсудить тактику. И не загружать пациента лишней информацией, да? Да, да, да. Таким успокойнее. Ну, здорово, если вы все заранее проговорили, выстроили тактику лечения, и все получается прекрасно. Но, наверное, ведь вам приходится сталкиваться с какими-то осложнениями, которые возникли у пациента после стоматологического лечения. Вот что-то там произошло, появились проблемы, пациент идет к вам, да? Вот какие осложнения бывают? Ну, опять же, осложнения – это инородные тела верхней челюстной пазух, это осложнения могут быть связаны уже с воспалительным заболеванием не только в самой пазухе, но и мягкие ткани лица, то есть это могут быть абсцессы, флегмоны различной, различные локализации. Вот. Тут я работаю не только как лор-врач, я выполняю еще какие-то стоматологические манипуляции, если стоматолог не против, я как челюстно-лицевой хирург имею право вскрыть и наружные абсцессы. Вот. То есть мы работаем таким образом, чтобы помочь друг другу. Со стороны лимфатической системы могут быть регионарный лимфоденит, то есть воспаление может перейти на лимфатические узлы тоже таких пациентов. Вот. То есть если они не требуют стационарного лечения, а в 90% они не требуют, мы таких пациентов берем на себя, лечим, то есть и продолжаем работать с стоматологами. Николай Вячеславович, знаю, что вы добровольно вот эту тему продвигаете, такого сотрудничества, и очень интересно, есть ли у этого сотрудничества, оно уже выстроено, а есть ли у него перспективы, вот что в дальнейшем, как вы видите, в каком направлении это все идет, и какие вот ваши личные планы? Да, тут перспективы очень большие, потому что лучше вообще работы, в последнее время они возникают на стыке специальностей, разных специальностей. И вот со стоматологами мы проводим не только вот мы практически какие-то работы, мы занимаемся и научными работами. Вот такие перспективы развития. Сейчас мы получили патент на новую операцию, вместе в этой работе принимали участие вот мылор-врачи и стоматологи, вот даже мы привлекали и судмедэкспертизу к этой работе. Мы отработали новую операцию, которую запатентовали, вот. Это синус-лифтинг через полость носа, эндоскопический синус-лифтинг, вот. То есть это новая операция, мы ее сейчас отрабатываем, то есть она уже есть, эта операция, да, вот. Мы ее улучшаем. Дальше у нас есть работы по образовательной деятельности, то есть у нас методические рекомендации, у нас практические рекомендации, то есть выходит учебное пособие, вот, тоже здесь совместная работа. Мы работаем по... Мы издаем статьи, опубликуем статьи совместно с стоматологами, то есть тоже у нас несколько направлений. Мы работаем по материалам, которым возможно замещать костную ткань, тоже у нас большие проекты. Потом, ну, мы, так как занимаемся образовательной деятельностью, очень часто к нам приходят врачи-стоматологи, допустим, хотят лучше понимать компьютерную томографию, вот. То есть у нас это приветствуется, мы всегда ждем в гости наших коллег-стоматологов, мы показываем наше оборудование, как на нем работать, то есть как пользоваться именно программой в их именно специальности для того, чтобы подготовиться к имплантации, выполнить имплантацию, то есть посчитать все размеры, вот, увидеть, померить все, вот. Вот есть группы, так скажем, группы стоматологов, которые приходят к нам именно посмотреть операции. Не только для того, чтобы их, например, выполнять, а просто понимать, как это делается, ну, интересуются люди. Мы имеем возможность, мы выводим с операционной изображения в учебную комнату, то есть в конференц-зал, вот. И наши гости, они могут даже прийти в бесхирургических костюмах, они пройдут в конференц-зал и могут посмотреть наши операции вживую, вот. И потом правильнее пациенту объяснить, что вот это, вот это вам необходимо, это для того и для того. То есть есть врачи, которые, проходя обучение, допустим, повышение квалификации, раз в пять лет нам, врачам всем требуется, проходить, подтверждать свои сертификаты. И вот в рамках этого обучения, так как мы являемся клинической базой и Медицинского университета государственного, и частного, а не государственного института Реавиз, вот. То есть и оттуда, и с этих двух институтов обучающиеся могут, имеют возможность приходить в рамках вот этого обучения и получать информацию от нас, вот. То есть вы не встречаетесь ни с сопротивлением, ни с непониманием коллег, правильно? Наоборот, 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 это приветствуется очень, вот. И мы сами много мучаемся от стоматологов, вот. То есть я, когда еще работал в мединституте, еще кандидатскую писал, вот, я любил ходить к стоматологам на операции, и они никогда не были против того. То есть многим вещам меня еще тогда научили, до моего обучения в Московском государственном медико-стоматологическом университете, вот. То есть стоматологи всегда принимали меня хорошо, то есть мы с тех пор и дружимся. Николай Вячеславович, а вот вы сказали, что запатентовали новую операцию, а она почему раньше не проводилась? Это вообще новая-новая методика, или там новое оборудование применяется, или вот как появилась ее необходимость-то? Как появилась необходимость операции эндоназального синус-лифтинга? Здесь синус-лифтинг выполняется хирургами-стоматологами, через лицевыми хирургами, со стороны полости рта. Вот, эта операция отработана, причем много вариантов этой операции есть, они продолжают совершенствоваться. Но там очень важно отслоить слизистую оболочку от костной ткани, и между костью и слизистой оболочкой ввести как раз костный препарат. То есть это может быть порошок, может быть суспензия какая-то, да вот. То есть туда нужно что-то положить. Но очень часто бывает так, что, допустим, одна операция неудачная, вторая неудачная, и слизистая оболочка перерастает именно кости, появляются грубые рубцы. И чтобы стоматологу отслоить, чтобы... То есть у стоматолога не получается все отслоить, не прорвав ее. И вот в таких случаях тут или опустить руки, и вот мы предложили такой вариант, что это все можно выполнить через полость носа. Это, конечно, методика более сложная. Но она и не рекомендуется всем подряд. То есть это только в тех случаях, когда уже передняя стенка у нас пострадавшая, то есть операции, которые были до этого, повредили именно слизистую оболочку, и сделали работу стоматолога затруднительной. Вот. То есть мы здесь идем на помощь со стороны полости носа. Не в каждом носу это можно выполнить. Для этой операции нужно достаточно иметь широкую полость носа, чтобы мы могли развернуться с инструментом. Большим, крупным людям. Но на маленьком носике это будет сделать очень сложно. Вот. Да и не надо это всем подряд. То есть это такая методика, которая сейчас имеет место быть. Вот. И я думаю, она займет свое место среди других методик. Вам, наверное, очень интересно жить, когда появляется все время что-то новое, отрабатывая, это же безусловно. Конечно. Знания идут вперед. Мы сегодня говорили о такой интересной теме, как междисциплинарное сотрудничество между стоматологом и отоларингологом. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Николай Вячеславович, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. И вам, наверное, пожелать новых и новых методик, чтобы пациентам было гораздо проще и эффективнее побеждать свои болезни. И, в общем-то, вывод, наверное, который можно после сегодняшней программы сделать, это то, что грамотный подход к лечению и своевременное перенаправление к подходящему специалисту предотвратит постановку, ну, в первую очередь, неправильного диагноза и, во вторую очередь, как следствие, неправильную тактику лечения. А, следовательно, все это сэкономит время и финансы пациента. Правильно? Совершенно верно. Благодарю. Мы прощаемся с нашими зрителями. Мы увидимся ровно через неделю. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова